С непривычки, когда долго нажимаешь, они там сводят уже, получается, и получается, ну можно другим пальцем рисовать. Может и левый говорит, если придется. Скрытые способности проявляются сами собой, когда берется за баллончик. Когда вот берешь банку в руку, даже если ночью рисуешь, и что-то, ну там может что-то не получится, вот просто сам этот вот кайф, так скажем, от того, что ты оставил что-то, ну не всем-то нужно заниматься живописью, там не все могут быть художниками, а сейчас, ну как бы в этом ты можешь проявить себя как художник. Художество в вандализм не превращают, ему и не положено, не поймут коллеги и ученики. Алексей дипломированный преподаватель танцев, но когда находит ностальгия, говорит, собирает рюкзак и идет рисовать. Мирно. Человек, который занимается рисованием на стенах, должно быть своеобразным набором, так скажем, банок для рисования, баллончиков и, соответственно, насадки для них кэпом. Кэп от английского «кэп» – шапка. Насадка на баллон позволяет художнику создавать линии разной толщины. Когда нажимаешь потихонечку, там она дает очень тонкую линию, а если нажать посильнее, то она будет гораздо толще. В граффити – часть хип-хоп-культуры. Для полного комплекта, шутит Алексей, не хватает лишь начать читать рэп. Этому научится для другого проекта. Тагил ТВ достаточно и того, что имеет. Сделать город красивее в рамках акции «Я рисую город» Алексей решил по-особому и превратить исписанный нецензурной лексикой «Забор» в полароидные снимки Тагила. Место на заборе еще осталось. Скоро за баллончики возьмется целая группа стритрайтеров. С ними познакомимся во вторник. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле».